Здравствуйте! Сегодня выпуск нашей программы посвящен Дню Независимости нашей с вами Республики. Мы подведем итоги, каких результатов достигла отечественная медицина за 25 лет, а также расставим акценты на самых приоритетных направлениях здравоохранения. За годы независимости в Казахстане за счет средств государственного бюджета построено и сдано в эксплуатацию более тысячи объектов здравоохранения, в том числе 8 медицинских научных центров, 3 десятка специализированных медицинских центров, около 180 больниц, более 100 поликлиник и другие специализированные объекты здравоохранения. Из общего количества медицинских организаций 87% оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Созданы такие крупные медорганизации, как национальные научные центры. Развитие медицины началось с независимости нашей страны. Когда мы приобрели, когда нам открылись школы других стран, мы могли выезжать, мы могли приглашать, мы могли выезжать на стажировку, на обучение. Мы могли провести здесь без согласования, только согласование Казахстан со своими, провести крупнейшие конференции, обучающие мастер-классы. Благодаря этому мы быстро-быстро встали. За последние 15 лет, наверное, ни одна страна столько денег, столько бюджетных денег не вложила в развитие здравоохранения своей страны, как наша страна. Мы, благодаря этому, мы могли создать целую сеть, комплекс разных центров здравоохранения. Мне, как человеку, который половину своей жизни проработал в советское время, и вот 25 лет я работаю в системе здравоохранения нашей молодой страны, есть что вспомнить, есть с чем сравнить. Я был первым руководителем республиканского диагностического центра, который в Алмате был построен в советское время. Это была первая такого типа клиника вообще в Советском Союзе. По тем временам это была новейшая технология, и мне посчастливилось, благодаря поддержке руководства, возглавить вторую вот такую клинику, которая тоже не имеет аналогов. Инициатива создания в столице Национального научного медицинского центра принадлежит главе нашего государства. Здесь развивают и внедряют наиболее актуальные направления здравоохранения и медицинской науки Казахстана. Использование трансплантологии различных видов стволовых клеток в рамках высокоспециализированной медицинской помощи последние годы позволяет решать сложные проблемы клиники внутренних болезней и хирургии. Центр внесен в международную базу безопасных клиник для проведения клинических международных исследований. Сейчас мы находимся в лаборатории, в которой готовится конечная лекарственная форма на основе стволовых клеток. То есть то, что мы используем в клинических исследованиях. Эта лаборатория представляет из себя комплекс мобильных чистых помещений, соответствующих стандарту GMP. То есть класс чистоты здесь поддерживается постоянно на высоком уровне. И в этой лаборатории приготавливаются конечные лекарственные препараты. За последние годы в Казахстане активно развивается высокоспециализированная медицинская помощь. Ежегодно увеличивается число уникальных операций, которые раньше нашим гражданам при необходимости делали только за рубежом. У меня мои друзья приехали. Это самые знаменитые кардиохирурги мира. Они будут выполнять уникальные операции, которые на нашем современном этапе единицы в Казахстане. Уровень кардиохирургической службы Казахстана достаточно высокий. И, конечно, мы также продолжим наше сотрудничество, будем обмениваться опытом. Уровень кардиохирургической службы Казахстане. Открывая маленькую кардиохирургическую клинику нашего центра, глава государства сказал, ребята, займитесь проблемами сердечно-сосудистой патологии, потому что ежегодно умирает 80 тысяч человек, граждан Казахстана. Это огромная цифра. А сегодня, по происшествию 11 лет, я могу сказать, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний мы снизили на 62,5%. Вы представляете, это более 50 тысяч человек ежегодно живут уже. И благодаря этому стало возможно сейчас увеличение средней продолжительности жизни до 72 лет. Ежегодно в Казахстане проводят порядка 45 тысяч операций на сердце, около 35 тысяч нейрохирургических операций, а с 2012 года проведено более тысячи трансплантаций органов. Кардиохирургическая служба и наша клиника сегодня имеют международный статус. То есть мы работаем наравне с лучшими центрами европейскими, американскими. Мы работаем вместе с ними. У нас очень много заключено сегодня меморандумов, договоров о взаимной работе. Мы ездим учиться, к нам приезжают уже учиться. И, наверное, вот это вот и есть показатель того, что дала нам независимость нашей страны. Сейчас у нас есть большая также серия, там, больше 300 с лишним операций. Это, ну, как бы не так. Не все лучшие клиники Европы могут похвастаться такой большой серией из именно интермедулярных опухолей. Ну, мы в этом плане являемся немножко, потому что мы центр, и поэтому все посылают с регионов пациенты к нам. Поэтому мы можем собрать вот именно группы из наиболее тяжелых, наиболее таких, ну, проблематичных пациентов. И имеем возможность их сейчас оперировать. Одним из важных направлений государственной программы здравоохранения стало внедрение интегрированной модели оказания медицинской помощи по пяти основным направлениям и состояниям, существенно влияющих на демографию населения страны. Острый инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, злокачественные новообразования, травмы, родовспоможение и перинатология. По каждому направлению будет оказываться весь цикл услуг, профилактика, лечебные мероприятия, включая реабилитацию, диспансерное наблюдение, медицинские и социальные услуги. При этом услуги, требующие сложного технологического оборудования и специалистов с высокой квалификацией, будут централизованы на межрайонном, региональном и республиканском уровнях. А услуги, для которых не нужно сложное технологическое оборудование, будут оказываться в медорганизациях по месту жительства. Таким образом, в министерстве планируют повышать качество услуг. Вы смотрели программу «Медицина» на телеканале «Хабар-24». Мы поздравляем вас с Днем независимости нашей страны и желаем всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова